россия снова пытается произвести впечатление на весь мир но пока что выходит так себе какая может быть сила среди этих участников соревнований страна планирует провести международные армейские игры такая себе военная бюджетная олимпиада по-русски и вот вид что они между собой в чем-то соревнуются но для чего на самом деле все эти игры во времена войны кто в них будет участвовать и почему все это очередная манипуляция российской федерации сегодня обо всем узнаете министерство обороны россии огласила об участии в международных армейских играх которые запланированы с 13 по 27 августа в настоящее время подтвердили свое участие в армии 275 команд из 37 государств команды нигера и руанды примут участие в играх впервые планируется провести 36 конкурсов которые пройдут на территории 12 государств азербайджана алжира армении венесуэлы вьетнама индии ирана казахстана китая узбекистана но самое главное что они конечно же пройдут на территории россии и беларуси это очень интересное мероприятие которое россия организовывает для того чтобы наверное но встать уже только не 2 армии в мире 1 армии в мире за результатами этих соревнований именно министерство обороны россии официально является организатором этих игр конечно же они будут выигрывать конечно же сирии мали или сомали выиграть эти соревнования я не знаю какие другие страны не смогут себя насобирать хотя заявлено было 37 странах россия вновь пытается кому-то что-то доказать но пока безуспешно делать вид что они что-то делают делать вид что они между собой в чем-то соревнуются наверно бросание копию с попаданием в мишель с 20 метров или попадание или прыгание в целлофановых целлофановых пакетов вся техника второй армии мира сейчас терпит крушение в украине и трудно представить что они смогут показать на армейских играх они приехали приехали для того чтобы показать что чтобы показать свое войско с копьями с деревянными которыми они будут соревноваться с украденными с украденными в бучу чайниками или там будут соревноваться тувинцы с бурятами у меня просто возникает вопрос где же не возьмут эти 37 стран но все понимают что эти игры это очередная возможность организовать провокацию против украины со стороны россии чтобы испортить имидж украины перед другими странами могут быть провокации провокации которые объявлены процессе провокациями со стороны украины для того чтобы показать вот смотрите может собрали международные целые спортивные соревнования мы тут едим бублики на скорости блины стопаты а нас взяли и обстреляли хотя украине конечно же не привыкать к выходкам путина но если будет угроза со стороны москвы официальный киев конечно же будет защищаться это другой стороны понятно что если будет реальная угроза со стороны участников этих соревнований в сторону нашей страны конечно же они получат по зубам и они выиграют соревнования как быстро попасть целлофановый пакет и уехать в себе народе на самом деле подобные игры есть уже давно в европе только на самом деле они больше похожи на реальные учения а не на показуху я не слышал реально проведенных например этими же участниками каких-то военных соревнований друг с другом хотя в принципе в мире существуют такие соревнования и принципе в таких соревнованиях берут принимать участие военнослужащие для того чтобы показать свою выпалку свою выучку для того чтобы показать часть не секретной техники но это больше больше идет в формате учений совместных учений а не в формате соревнований кто кого быстрее до года большинство стран которые уже огласили об участии в играх не имеют большой армии или же новой техники но это и нужно россии чтобы выглядеть более солидно какая может быть сила среди этих участников соревнований просто это смешно выглядит хотя даже там есть некоторые большие страны огромные войсками которые принимают участие например вьетнам с его большой армией а в основном же там берут принимать участие армии стран которых есть по пять танков по полтора вертолета и даже по штук четыре генерала россия в своем стиле хочет на фоне других стран выглядеть солидной и сильной но в украине она показала что не является второй армией мира даже армией в принципе их теперь сложно назвать ведь те кто насилует детей и убивает стариков не имеет никакого морального права так называться 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 Продолжение следует...